Привет, меня зовут Александр Романович Ватяков, я являюсь руководителем направления информатики в Школково. Мы готовим школьников к экзаменам и к олимпиадам, и на данном видео я полностью разберу весь учебник пятого класса боссов. Ну, кстати, это видео будет полезно не только пятиклассникам, но и, во-первых, родителям пятиклассников, которые сидят с ними домашку, делают так, что привет родитель, и даже одиннадцатиклассникам, которые не знают, как открыть Word, не знают отличия процессора от системного блока, например, не знают горячих клавиш в Excel и при этом идут сдавать ЕГЭ по информатике. Поэтому давай чекай видос, подписывайся на канал и погнали вместе со мной дальше. Информация. Это сведения о мире. То есть это все то, что ты получаешь из внешнего мира в качестве, например, чисел или текста, или каких-то изображений, визуальная информация, в качестве каких-то звуков, любой шум, шум автомобилей, шум моря, это все звуковая информация, и видеоинформация. Это, соответственно, последовательность графических изображений вместе со звуком, который ты получаешь как фильм, например, или как вот это видео ты сейчас смотришь. Соответственно, зачем вообще она нужна, как она вообще работает? Все всегда получают какую-то информацию, обмениваются какой-то информацией. Больше всего информации люди получают через глаза, потому что смотрят глазами на мир и видят расположение объектов, их движение, какую-то информацию об их размере, о каких-то других характеристиках. Но если ты закроешь глаза, информация не перестает поступать в твой мозг. Ты продолжаешь, например, слышать какие-то звуки. Ты можешь аудиокнигу послушать, закрыв глаза. Это очень много информации. Но если ты закроешь глаза и заткнешь уши ватой, ты продолжишь получать информацию через осязание, через вкус, через обоняние. Все это информация, это все какие-то сведения, какая-то обратная связь. Если, грубо говоря, тебя запечатать, убрать все органы чувств у тебя, то ты будешь сидеть внутри и как бы не получать никакой информации. Поскольку все из нас обладают множеством органов чувств, мы все получаем информацию. Между прочим, животные тоже получают информацию. Но гораздо интереснее думать не о том, как мы получаем информацию, а о том, как мы потом ее обрабатываем. Дело в том, что почти все, что дети делают в школе, это реально работа с информацией. Они приходят на уроки и сидят, и, например, вставляют буквы в пропущенные места на уроке русского языка. Или, например, они обводят какие-то карты на контурных картах на уроке географии. Или, например, они работают с числами на математике. Это все работа с информацией. Не надо допускать очевидную ошибку, думая, что информация это только что-то вот такое серьезное, взрослое. Когда ты играешь в компьютерную игру, ты получаешь очень много информации. Визуальной информации, то есть графической, числовой, текстовой. И очень много звуковой информации. Ну, то есть персонаж бегает куда-то, из одного угла прибежал в другой. Это информация. Ты что-то узнал. Когда ты играешь, допустим, в шахматы с виртуальным соперником, когда ты делаешь ход, ты таким образом передаешь информацию. Виртуальный соперник получает от тебя информацию про сделанный ход и делает свой ход. Тебе для этого достаточно, по сути... Знаешь, вот эти вот люди, которые играют в шахматы без доски. Они просто ходят и говорят Е4, слон туда, там, пешка сюда и так далее. Вот они передают друг другу информацию, и у них получается как бы игра. Ну, то есть достаточно интересная тема, правда? Тя информация, которая поступает к человеку, состоит из сигналов. Ни для кого не секрет, что мы на самом деле получаем гораздо больше информации, чем можем обработать. Вот ты прямо сейчас смотришь это видео, подумай о том, как много ты всего видишь в периферийном зрении. Вся эта информация попадает к тебе в голову. Подумай о том, что ты слышишь какие-то звуки из-за окна. О том, что ты на самом деле чувствуешь, как сидишь на стуле или чувствуешь стопами пол, на котором ты стоишь или сидишь и ноги опираются. И ты всю эту информацию все время, непрерывно получаешь. А тепло в комнате? А холодно? А чем пахнет? А ты думал о том, что вся эта информация заходит в твой мозг, но как-то не обрабатывается. Ты фокусируешься только на чем-то одном. Более того, у человеческого мозга есть еще множество очень странных каких-то проблем. Например, человеческий мозг не объективен. То есть он не может воспринимать информацию так, как она на самом деле есть. Например, посмотри вот на эти иллюзии. Ты смотришь на них глазами и видишь не то, что на них изображено. Ты видишь что-то другое, что-то странное. Например, ты видишь подвижную картинку, там, где картинка на самом деле неподвижная. Или ты видишь какой-то объект, там, где нарисован на самом деле какой-то другой объект. И в итоге получается, что наш мозг немножко странный. Еще наш мозг устает, переутомляется. Нам требуется постоянный сон, постоянная подпитка энергии, едой. Допускает ошибки. Чем более наш мозг утомлен, тем он хуже сохраняет информацию. У нас память не идеальная. Мы можем иногда что-то забывать, например. И мы не можем хранить большие объемы информации. Все вы пробовали когда-то учить стихотворение, например. И вы знаете, что это такое, что это сложно, что приходит в том, что забывать можно. Вот эти все проблемы нам помогает решать компьютер. Компьютер помогает хранить информацию, записывать ее, обрабатывать ее. Работает компьютер по заранее определенным программам. Это последовательность действий, которую люди предписали внутрь компьютера. И компьютер там по этой последовательности действий обрабатывает всю информацию. На сегодняшний день с помощью компьютера мы делаем все подряд. Обрабатываем всю возможную информацию. Мы можем на нем писать тексты, можем считать на нем что-то, калькуляторы, можем программы писать. А также можем слушать музыку, можем смотреть фильмы, можем смотреть изображения. На сегодняшний день компьютер вообще незаменимый помощник в нашей повседневной жизни. Когда ты смотришь, например, кино и там видишь какие-то спецэффекты, они сделаны на компьютере. Когда ты, например, слушаешь музыку какую-то и тебе алгоритмы компьютерные подбирают ту музыку, которая тебе больше нравится. Да у тебя дома наверняка есть какая-нибудь умная колонка, с которой ты разговариваешь и просишь ее включать какую-то музыку или включать какие-то сказки. И вот это тоже компьютер. Сегодня все вообще делается с помощью компьютера. Объект, который годится для того, чтобы выполнять множество разных функций, называется универсальным. Так вот, компьютер это универсальная машина для хранения и обработки информации. Из чего состоит компьютер? Самая главная составляющая это системный блок. В нем есть процессор, оперативная память, жесткий диск, блок питания. Страшные умные слова, давай разберемся, что есть что. Давай начнем с процессора. Это в компьютере самая главная часть, ответственная за всю обработку информации. За то, чтобы что-то с информацией делать. Брать информацию и как-то ее там чуть-чуть как-то перемалывать. Что-то с ней, как-то заменять какие-то кусочки. Что-то с ней делать по определенным правилам и алгоритмам. Самая главная составляющая. Оперативная память и жесткий диск это два разных вида памяти. Компьютер что-то помнит. И вот жесткий диск это как бы его долговременная память. Это то, что он записал и хранит. Хранение информации. А оперативная память это то, что он из этой вот долговременной памяти выдернул вот прямо вот в сейчас, в текущую память. Это два разных механических элемента, да, прям жестких. Просто только жесткий диск называется жестким. На самом деле все в компьютере достаточно жесткое. В нем нет ничего мягкого. Жесткий диск это такое место, куда информация записывается. И ее не очень удобно туда записывать. И не очень удобно оттуда считывать. Но она там очень удобно хранится. Просто долго лежит, не портится там, не ржавеет и так далее. А оперативная память это какая-то штука, куда удобнее записывать и удобнее считывать информацию. Просто механически. И поэтому оперативная память гораздо ближе в доступе у компьютера. То есть он быстрее оттуда считывает информацию, быстрее оттуда ее сохраняет. В оперативной памяти хранятся все прямо сейчас запущенные программы. Все то, что вы прямо сейчас вводите, слышите, видите, вот это вот прямо сейчас в компьютере. Если это надо сохранить на долговременную память, чтобы использовать завтра, послезавтра, тогда это жесткий диск. При выключении компьютера все, что было в оперативной памяти, теряется. И, наконец, блок питания это то, что, собственно, в розеточку ты включаешь, и компьютер получает электричество, с помощью которого работает, питается электричеством. Это все вместе называется системный блок. Не путай системный блок и процессор, это разные вещи. Посмотри вот на эту картинку, чтобы запомнить и не запутаться. Идем дальше. Все, что ниже здесь, называется периферия. Это типа все вокруг, это как у тебя периферийное зрение. Ты смотришь на одну точку, а видишь все вокруг. Вот это вот основа компьютера. Это база. А все остальное это периферия. Клавиатура. Это то, что ты используешь для ввода данных. Вот эти вот кнопочки, буковки на них. Мышь. Это то, что ты тоже используешь для ввода данных, только других данных. Другой информации. С помощью клавиатуры ты вводишь текст, нажимая на кнопки. А с помощью мыши ты вводишь положение указателя. Ты двигаешь мышкой и указатель двигается. Можешь также нажимать на кнопки. Это очень удобно в конкретном месте иметь возможность нажать на кнопку. Например, двойной клик открывает папочки на компьютере. То есть, мышь двигает указатель, а клавиатура вводит какую-то текстовую информацию. Монитор это штука, которая показывает тебе какую-то текстовую информацию. То есть, вот этот вот сам экран, на котором ты все смотришь, это и есть монитор. Я, например, все детство думал, что монитор это и есть компьютер. Пока мне не объяснили разницу между монитором и всеми остальными составными частями компьютера. Вот я смотрел на этот экран, похожий на телевизор, и думал, это компьютер. А то, что там внизу стоит системный блок, это все какая-то штука, которая просто помогает компьютеру думать. Но на самом деле не так. На самом деле, монитор это не самая даже главная составляющая часть компьютера. Самая главная процессор, оперативная память, жесткий диск. А монитор только лишь показывает все то, что там у них в уме происходит. Как у тебя мозг это самая главная часть, но кажется, что вот руки, ноги, которые действуют на основе этого мозга, вроде бы больше успевают завершить, больше дел успевают сделать. А мозг на самом деле главное. Дальше. Сканер и принтер. Это такие элементы, которые подключаются к компьютеру. Для чего? Сканер нужен для того, чтобы сканировать документы, а принтер для того, чтобы их печатать. Английское слово print, печатать. В чем смысл? Ты написал какой-то текстовый документ или какую-нибудь картинку в интернете нашел, и ты можешь ее распечатать, и она появится в реальном мире на листочке. Нарисованная картинка. Это делает принтер. А сканер делает наоборот. Если у тебя есть, например, какой-нибудь текстовый документ, например, у тебя есть тетрадь, в которой выполнена домашняя работа. И ты можешь эту тетрадь с помощью сканера отсканировать, и у тебя на компьютере появится картинка, на которой будет нарисована... По сути, сканер выполняет такую же функцию, как твой телефон, с помощью которого ты можешь сфотографировать работу. Сканер это, по сути, такой очень удобный фотоаппарат для документов. Микрофон и наушники. Микрофон подключается к компьютеру для того, чтобы считывать звуковую информацию. То есть ты говоришь, вот у меня тут микрофон, например, есть, я в него сейчас говорю, тебе погромче стало, видишь? Микрофон. А есть наушники, это которые ты в уши засовываешь для того, чтобы, понятно, слышать какую-то информацию, наоборот, от компьютера. То есть микрофон нужен для того, чтобы ты звуковую информацию передавал внутрь компьютера. А наушники нужны, чтобы звуковая информация поступала из компьютера в тебя, тебе в уши. При работе за компьютером не трогай провода. Оставь это взрослым, окей? Провода там ток, электричество, не влезай, убьет, как бы, не стоит. Будь аккуратен при взаимодействии, не надо ничего разрушать. Компьютер достаточно хрупкий, постарайся нажимать на кнопки не сильно, а ну вот ровно так, как оно нажимается. Первое время просто будь аккуратен, постепенно, по мере опыта работы с компьютером, ты будешь делать это все лучше и лучше. Еще не забывай про позу, про посадку за компьютером. Там нужно все время за ней следить, потому что, я тебе говорю, наш человеческий мозг достаточно ошибочный, проблемный и все время обо всем забывает. Поэтому, если ты будешь сидеть за компьютером, это увлекательно. Там много всего. Не только игры, я имею в виду. На самом деле, даже работа за компьютером, это очень интересно. Иначе откуда бы в мире было так много программистов? И вот, значит, ты сидишь за компьютером, проходит 5, 10, 15 минут, и ты уже про все на свете забыл. Ты полностью погрузился в компьютер, думаешь полностью о том, что там происходит, и забыл о том, что ты уже сгорбился. У тебя уже поза ухудшилась. Вот так не надо делать, нужно все время напоминать себе. Это сложно, да. Можешь поставить у себя на телефоне будильник, таймер, просто чтобы каждые 5-7 минут он немножко отвлекал тебя от компьютера. И ты мог посмотреть в окно, вдаль посмотреть, чтобы зрение не портилось, выпрямиться, но не слишком сильно напрягаться, чтобы у тебя не уставала спина. Сидеть в ровной позе. Давай посмотрим вот на эти картинки. Ну, ты понял, да? Идея в том, чтобы не портить свое здоровье из-за постоянного сидения за компьютером. Давай поговорим про устройство ввода. Есть микрофон, есть мышка. Ты про это все очевидно знаешь. Есть клавиатура. И, короче, ты пользуешься мышкой и клавиатурой. И клавиатуру используешь только для того, чтобы писать. А на самом деле клавиатуру очень удобно использовать для навигации. То есть для передвижения по компьютеру, по сайтам, по всему подряд. Я даже рекомендую тебе попробовать после того, как ты все это видео досмотришь, отключить себе мышку на неделю. И посмотри, как тебе будет пользоваться только клавиатурой. Оказывается, очень много всего можно сделать с клавиатуры. Но, чтобы мотивировать себя это делать, надо попробовать поиграть во всю эту историю без мышки. Давай быстренько пробежимся по основным клавишам и основным сочетаниям клавиш. Посмотри на свою клавиатуру. На ней есть много букв для текста и множество всяких служебных клавиш по периметру. Это Ctrl, Shift, Alt, всякие там Tab, Enter, бла-бла-бла-бла-бла. Ты, скорее всего, знаешь их значения, я не буду тебе объяснять. Если не знаешь, потрать пару часиков своего времени на то, чтобы просто потыкать в кнопки в разных открытых окнах, в разных приложениях и посмотреть, как они себя ведут. И да, родителю я рекомендую выдать ребенку комп, на котором нет никакой полезной информации, в смысле важной, которую вы боитесь потерять. И просто позволить с этим компьютером, ну, потыкать в кнопки, поделать что-то. В крайнем случае, заново можете переустановить ему винду и все будет опять работать. Давай посмотрим на основные сочетания клавиш. Не нажимай их, не нажимай. Alt, F4 выключает текущую программу. То есть, если ты сейчас смотришь это видео в окне какого-то браузера, если ты нажмешь Alt, F4, как бы видео закроется. Я уже предвкушаю, как я смотрю, на статистику просмотров и в этом месте она падает, потому что все закрыли видос. Ну, кстати, если ты разговариваешь с друзьями, они спрашивают, как сохранить документ, говори им Alt, F4, они просто выключат его и документ пропадет навсегда. Alt, Tab переключается между разными окнами. У тебя может быть открыто 3 или 4 окна и они друг за другом спрятаны. Alt, Tab переключает окна. Если ты задержишь палец на кнопке Alt, а вторым пальцем будешь жмякать Tab, то окна будут переключаться по порядку и ты сможешь выбрать нужное тебе окно. Ctrl, S, собственно, сохранить. Ctrl, V вставить. Я забыл написать Ctrl, C. Ctrl, C копировать. Ctrl, V вставить. Это когда ты работаешь с текстовым редактором, например, с блокнотом или с Word, и ты выделил какой-то кусочек документа, или, допустим, ты в браузере какой-то текст в интернете нашел, ты выделяешь Ctrl, C, а потом в сообщении какому-нибудь другу ВКонтакте, в соцсети в какой-нибудь Ctrl, V вставить. Ну, просто кусок текста отсюда копировать, вставить. Это можно сделать, конечно, мышкой, правой кнопкой, копировать, потом правой кнопкой вставить, но это долго, медленно, неудобно, гораздо быстрее все это работает с клавиатурой. Windows D, один из моих любимых шорткатов, сворачивает все окна. Попробуй сейчас, потом с помощью Alt-Tab сможешь восстановить обратно окно, на котором ты смотришь данное видео. Ctrl, T открывает новую вкладку в браузере. Вообще, все, что после черты, это шорткаты для браузера, то есть для окна, в котором ты обычно ползаешь в интернет. Это может быть Chrome, это может быть Mozilla, это может быть какой-нибудь Internet Explorer, понятно. Ctrl-T открываешь новое окно, Ctrl-Tab переключаешься между окнами, не окно, вкладку, все это внутри одного браузера, разные вкладки. Ctrl-Tab переключаешься между вкладками, Ctrl-W закрываешь вкладку. Например, попробуй много раз нажми Ctrl-T, T-T-T-T-T, оставляя Ctrl зажатым, а потом, оставляя Ctrl зажатым, понажимай Ctrl-W-W-W-W. И у тебя вкладки новые пооткрываются, а потом позакрываются. Это будет очень быстро, гораздо быстрее, чем ты мышкой можешь это, в принципе, делать. Конечно, вкладку можно закрыть, нажимая на крестик, но что если тебе надо закрыть 10 вкладок за 5 секунд? Ctrl-Shift-T, вот, наверное, мой любимый шорткат, на самом деле, он открывает ту вкладку, которая только что была закрыта. Ты зашел в комнату, и мама поспешно выключила какую-то вкладку, что она там смотрела? Когда она уйдет, нажмешь Ctrl-Shift-T и узнаешь. И, значит, второй мой любимый шорткат, Ctrl-Shift-N. Ты сидишь за компьютером и что-то ищешь в интернете, хитрое что-то, что-то жулик, как списать что-то какие-нибудь, ГДЗ какие-нибудь, что-нибудь такое, что-нибудь такое, такое подлое, хитрое. Нажми Ctrl-Shift-N, это открывает окно браузера в режиме инкогнито. Это значит, что браузер не сохранит историю просмотров. Это значит, что никто не сможет, нажав Ctrl-Shift-T, открыть вкладки, которые ты только что закрыл. Никто не сможет зайти в настройках, в историю и посмотреть на список сайтов, которые были посещены. А вообще говоря, без режима инкогнито браузер хранит информацию про все посещенные сайты. Вот ты сейчас смотришь это видео, если ты его сейчас закроешь, то через неделю любой пользователь твоего компьютера сможет узнать, что неделю назад ты смотрел это видео. На этой прямо странице. Собственно, да, для родителей в браузере есть история просмотров. Вы можете зайти туда и посмотреть, чем интересуется ваш ребенок, что он гуглит, что он ищет. Вообще, всю необходимую информацию. Ну и для 11-классников, если 11-классники не в курсе, записывайте Ctrl-Shift-N и можно гуглить что угодно без каких-то следов на вашем компьютере. Безусловно, провайдер, через которого вы выходите в интернет, сохраняет всю эту информацию на своих серверах и как бы от него вы не скроетесь. А также сайты, на которые вы заходите, тоже запоминают, что вот этот пользователь на них заходил. То есть режим инкогнито не защищает вашу информацию настолько хорошо, насколько хотелось бы. Он просто не хранит историю посещений на вашем компьютере. Следующий очень важный пункт. Очень сильно рекомендую вообще всем, вот кто бы сейчас не смотрел этот видос, научись слепой 10-пальцевой печати. Научись с клавиатуры набирать быстро. На это уходит примерно месяц регулярных занятий. Это сложно, этому надо учиться, стараться это делать и так далее. Но это супер сильно ускоряет всю твою дальнейшую жизнь. Мы сегодня компьютером пользуемся очень много. Ну то есть нет ничего хуже, чем вот этот бухгалтер из соседнего отдела, которая такая, сейчас наберу, подождите. И такая, привет, по одному пальцу вот так вот. Так могут себя вести дети в пятом классе, которые первый раз увидели компьютер. Это абсолютно неадекватно для взрослого человека. Это как не уметь писать прописью и писать только печатными буквами. Максимально глупо, правда? Но почему-то к компьютеру все продолжают относиться как бы на расстоянии вытянутой руки. Учитесь слепой десятипальцевой печати. Нормально печатать со скоростью большей, чем скорость речи. Люди разговаривают медленнее, чем люди могут печатать. Пальцы гораздо быстрее двигаются. То есть можно, например, сидеть и печатать текст прямо из своих мыслей, прямо куда-то в сообщение, значительно быстрее, чем вы могли бы его даже в голосовом сообщении надиктовывать. Понимаете? А сам текст потом, это очень удобный способ хранения и передачи информации. Потом удобно его читать гораздо быстрее. Так что надо обязательно научиться быстро набирать на клавиатуре. Давайте еще вставим маленькую мотивационную такую кусочек. На постсоветском пространстве на данный момент всего 5% людей владеет десятипальцевой слепой печатью. И это супер странно. В смысле гораздо больше должно быть. Гораздо больше. Должно все население так уметь. Это как тотальная безграмотность, по сути. 5% людей умеет нормально быстро печатать на клавиатуре. Остальные печатают одним пальцем. Ну или четырьмя. Вот так вот. Вот этими двумя. Вот так вот. Может еще большой палец задействует на одной из рук. Это супер странно. Используйте все пальцы и печатайте гораздо быстрее. Если вы сделаете это в пятом, шестом классе, вам же лучше. Гораздо лучше. Это прям вот забейте на все изучение всей остальной информатики. Только научитесь быстро печатать. Это даст вам супер бонусы в будущем. Так что если единственная вещь, которую вы из этого видео вынесете, это будет слепая десятипальцевая печать. Пусть так и будет. Это супер важно, супер главное. Обязательно научись этому. Ну а вообще, как быстро и легко разобраться с этими шорткатами. Шорткаты, горячие клавиши, срезки, быстрее. Просто используй их. Нет никакого способа вызубрить их, долго глядя на таблицу. Или там по тетрадке. Это не как уроки в школе. Это надо просто использовать. То есть ты должен использовать компьютер. Сидеть за ним. Можно, например, играть на компьютере. Но для этого тебе надо открывать какие-то папочки, закрывать какие-то папочки. Можно, например, искать какую-то информацию в интернете. Но для этого тебе надо сидеть в браузере. Можно завести социальную сеть и переписываться с одноклассниками там. И ты будешь тогда постоянно пользоваться компьютером. Сидеть в интернете, что-то делать. Я про то, что каждый раз, когда у тебя получается, предпочитай использовать компьютер, а не телефон. И тогда ты очень быстро запомнишь все эти горячие клавиши и научишься ими пользоваться. Иначе никак. Программное обеспечение — это совокупность всех программ на компьютере. Делится на две основные части. Это приложения, те, которыми вы постоянно пользуетесь, всякие рисовалки какие-нибудь, видео воспроизводите в них и прочие-прочие программы, которые помогают делать понятные задачи людям. Вторая половина программного обеспечения — это системное программное обеспечение, то есть это операционная система. О-С буквы используются. Например, слово Windows вообще все означает совокупность программ, которые используются для того, чтобы устроить взаимодействие между человеком и компьютером. И кроме Windows, у вас на компьютере есть еще другие программы, которые вы уже непосредственно используете для своих целей, для своих задач. Ну то есть думать об этом следует так. У вас есть компьютер — железяка. На нем есть какие-то программы, позволяющие эту железяку немножко оживить. Как бы душа. Это операционная система. Которая позволяет с помощью этих программ, с помощью операционной системы, вы можете с этой железякой взаимодействовать через мышку, клавиатуру, монитор, и что-то там делать, и все это будет подключено и работать. Там разные программы типа дрейверов, какие-то программы, которые позволяют вот это все оборудование, которое мы недавно перечисляли, подключить друг к другу и адекватно взаимодействовать между собой этому оборудованию. И есть поверх этого всего еще установленные на эту операционную систему приложения, которые вы запускаете. Ну то есть любая, например, игра компьютерная — это приложение. Какие-то программы для воспроизведения звука, видео для просмотра изображений — это все приложения. В связи с этим надо понимать, что кроме Windows, например, есть еще другие виды операционных систем. На компьютере, скажем, есть iOS — это на MacBook'ах, Linux — на любой комп можно тоже поставить. Соответственно, у вас есть три разных вида операционных систем. Самая популярная в России — это Windows, как и в мире, к слову. Поэтому, скорее всего, у вас Windows. На разных операционных системах существуют разные приложения. Они немножко по-разному выглядят, но все достаточно похожи друг на друга. У них какие-то маленькие отличия есть между собой, но интуитивно, легко, после того, как вы на одной операционной системе научились работать, научиться с другой взаимодействовать вообще труда не составляет. То есть это 5-10 минут надо потратить, чтобы просто быстренько понять, где какие другие кнопки. А вот разница в внутренней архитектуре этих операционных систем достаточно значительная. Из-за этого программы и приложения, созданные для одной операционной системы, могут не запускаться на другой. Например, на том же Linux очень мало игр, потому что все игры, изначально разработанные для Windows, не будут работать на Linux. Поэтому вы не видите слишком много детей, пользующихся Linux. Чаще всего Linux только у программистов, которые сидят там и программируют. Вот. Давайте поговорим дальше. У нас есть рабочий стол. Что такое рабочий стол? Это то, что ты видишь на компьютере, когда ты его только-только запустил. Там есть какие-нибудь ярлыки. Это, например, мой компьютер, корзина, что-нибудь такое. Меню пуск, внизу огромная строка такая. Вот это вот все рабочий стол. На заставке рабочего стола может быть какая-нибудь фотография. Кстати, ты можешь ее поменять. Правая кнопка, персонализация, что-нибудь такое. Там сделать фоновым рисунком рабочего стола. Можно кликнуть на любой картинке, у тебя поменяется картинка. Просто приятно. Можно создавать собственные ярлыки на рабочем столе. Можно на рабочем столе создавать папки. Там какие-то внутри документы. Этим всем можно свободно пользоваться. Особое внимание обрати на кнопку пуск. Когда ты нажимаешь на кнопку пуск, появляется очень много разных менюшек. И вот там, собственно, следует покопаться. И все вообще, что ты найдешь, до всего, до чего ты дотянешься, про все почитать. Все из-за этого вызывает максимальный интерес и позволяет тебе управлять компьютером. Собственно, пользоваться твоим компом. Я не буду тебе рассказывать, как пользоваться мышкой, как пользоваться клавиатурой. Скорее всего, ты и так это умеешь. Если нет, то единственный совет, который я тебе дам. Пользуйся мышкой, пользуйся клавиатурой. Не бойся экспериментировать. Нажимай на кнопки, смотри, что происходит. Это на самом деле самый естественный, самый понятный процесс обучения для тебя. Пробуй, ошибайся. Не получилось, пробуй заново. Выключай, включай. Смотри, закрывай, открывай, делай. Используй свое встроенное природное любопытство. Память. Мы про память думаем, как про какую-то штуку у нас в голове, которая запоминает информацию. Давайте думать про память в более широком смысле. Есть память же не только внутри одного человека, но внутри всего человечества. Мы, например, помним всю историю, как древние люди чего-то делали, всю науку. Как мы это помним? Мы это все помним в книжках, в текстах. Все это как-то записано и хранится в библиотеках по всему миру. Чем память, которая в книжке, отличается от памяти, которая в голове? Тем, что память, которая в голове, она ближе. Доступ из нее проще. Чтобы что-то вспомнить из головы, тебе надо просто вспомнить. Это занимает одну секунду. Чтобы что-то вспомнить из книжки, тебе надо прийти в библиотеку, найти нужную книжку, полистать страницы, почитать. И вот ты вспомнил что-то из книги. Как бы достать информацию из книги сложнее. И записать информацию в книгу тоже сложнее, чем просто запомнить глазами. Потому что писать долго. Запомнить это, посмотрел, все, у тебя теперь это есть в твоей памяти. В этом смысле человеческую память можно сравнить с оперативной памятью компьютера. А память всего человечества сравнить с жестким диском компьютера. Но я предлагаю тебе еще одно сравнение. Например, представь себе какой-то стишок, который ты должен выучить и рассказать прямо сейчас. Ну просто, тебе надо прямо сейчас выучить стихотворение из четырех строчек и через пять минут рассказывать. Ты быстренько его выучил, рассказал, и буквально через неделю ты его уже забыл. А через год абсолютно точно забыл. Но ты точно помнишь всегда, когда у тебя день рождения. Ты помнишь, как зовут твою маму или как зовут папу. Ты помнишь какие-то воспоминания, которые два-три года назад были. Вот воспоминания, которые два-три года назад были. Как зовут родителей, как тебя зовут, какой у тебя день рождения, какой у тебя может быть номер телефона. Это долговременная память. Это что-то, что у тебя отложилось далеко и на совсем и навсегда. На очень долгий-долгий период. Знание, допустим, слов русского языка. Долговременная память. Люди изучают английский язык, например, и откладывают его в долговременную память А что-то, что ты прямо сейчас запомнил, использовал и забыл Вот это оперативная память У компьютера есть оперативная память Он какие-то штуки в нее запускает, использует и сразу выбрасывает, вычищает А есть долговременная память, которая хранится на жестком диске В какой форме в долговременной памяти хранятся данные, хранится информация? В форме файлов Что такое файл? Файл это просто данные, правильным образом организованные, структурированные и записанные на жесткий диск Может быть на внешний жесткий диск Что есть у файла? У файла есть название и расширение Название и расширение Название А потом точка и расширение Например, большинство игр имеют расширение точка экзи Ну типа название игры какой-то, не знаю, minecraft minecraft.exe Идея в том, что вот это вот расширение указывает на тип файла Это часть его общего названия Например, точка экзи это приложение, которое запускается Есть точка txt, например, это текст Есть точка xls, это будет таблица экселя Есть точка doc, это будет документ в Word открывающийся, да, где будет какой-то текст набранный красивенько набирающийся Очень много разных расширений Я рекомендую поставить у себя в настройках, в свойствах папки отображение этих расширений Если ты сам не сможешь попросить кого-то взрослого Для того, чтобы всегда видеть расширение файлов Потому что если скрывать расширение То у тебя может быть, например, minecraft.exe Это приложение, которое ты запускаешь, чтобы поиграть И minecraft.txt Это текстовый документ, в котором ты сохранил чит-коды и пароли от Майнкрафта Я не уверен, что такие существуют Но, значит, соответственно, если скрывать расширение То у тебя и то, и то будет называться Майнкрафт И ты не сможешь одно от другого отличать Ну, разве что по картиночкам рядом с названием файла Лучше видеть расширение всегда и точно понимать, что это за документ Например, ты пытаешься скачать какой-нибудь текст Ты ищешь этот текст и скачиваешь файл текстовый вроде бы А он называется там как-нибудь, как какая-нибудь книжка .exe Вероятно, это не текст Вероятно, это какой-то вирус ты скачал Если он имеет тип .exe, это может быть какая-то игра А может быть какой-то файл вредоносный Который будет пытаться что-нибудь испортить на твоем компьютере Злоумышленники его придумали и выложили в интернет Как какой-то текстовый файл Ты пытаешься скачать текстовый файл, а он имеет незнакомое тебе расширение Вот тут надо быть осторожным Поэтому я бы рекомендовал включить отображение расширений Для того, чтобы всегда их видеть Все файлы структурированы на компьютере внутри каких-то папок То есть есть папки и в этих папках лежат файлы Но тут все интереснее, потому что папка это как коробка или как пакет Внутри пакета могут быть файлы, яблоки А могут быть другие пакеты, пакет в пакете Внутри каждой папки могут быть файлы и новые папки А внутри этих папок уже опять могут быть файлы и папки И там можно сколько угодно их вкладывать Попробуй прямо сейчас на рабочем столе правой кнопкой создать папку Назови ее как-нибудь, любое название Открой папку двойным кликом И внутри ты можешь опять создавать папки И создавать файлы, создавать текстовые документы А внутри тех папок опять что-то создавать Если ты будешь открывать всю новую и новую папку То у каждой следующей папки будет новый уровень вложенности К этой глубокой папке можно добраться с самого рабочего стола Открывая их друг за другом Они вложены последовательно, одна в другую У этой внутренней папки есть путь к папке Это внешняя папка, следующая, следующая Все больше и более вложенная И в конце концов у этой вложенной папки там внутри еще лежит какой-то файл Вот к этому файлу путь это адрес как бы В каком он живет городе, на какой улице, в каком доме, в каком подъезде, на каком этаже В какой квартире, в какой комнате, в каком углу этой комнаты лежит яблоко Вот, понятно, да, идея вложенности И соответственно самый-самый высокий уровень вложенности Или наоборот самый низкий, как правильно сказать Ну то есть где все-все-все папки и файлы лежат Они все лежат на жестком диске На диске Вот этот диск, это как бы самое главное, большое, где все хранится изначально Есть также выносные хранители информации Например, флешка Ты можешь воткнуть флешку с помощью USB-входа в свой компьютер И записать на нее какой-то файл или какие-то папки Дальше достать эту флешку и носить с собой И соответственно у тебя будет переносной источник информации Эта информация сохранена будет уже не на жестком диске компьютера А вот на этой флешке Она как маленький жесткий диск выступает Ты потом можешь воткнуть ее в другой компьютер Эту информацию перенести Например, ты можешь сделать фотографию какую-нибудь там на свой компьютер На веб-камеру что-нибудь нарисовать Перенести это на флешку Потом воткнуть в другой компьютер И рисунок будет уже там Вот, это как будто бы передача с одного компьютера на другой Без интернета Ну и естественно можно также через интернет все перекидывать Это связь между компьютерами современная, которую все пользуются. Кажется, здесь еще важно добавить, что твой телефон тоже, по сути, является компьютером. И у него есть все стандартные атрибуты компьютера. У него есть процессор внутри, у него есть экран, у него есть микрофон. Даже клавиатура появляется на этом экране, чтобы ты мог что-то набирать, какие-то сообщения. А также на нем есть память, оперативная память и долговременная память. Он хранит информацию, твой телефон может, по сути, выступать как флешка. Его можно подключить к компьютеру и передать с компьютера на телефон какие-то файлы. И они будут также храниться на телефоне. На телефоне также есть операционная система. Например, на айфоне есть iOS, похожая на операционку на маке. Есть Android, это операционная система на телефоне. И, соответственно, хранение информации это не только про компьютеры, но и вообще про все устройства, на которые можно что-то передать. Может быть, ты видел, на флешку можно, например, иногда записать музыку и потом эту флешку воткнуть в какой-нибудь проигрыватель музыки. Или, допустим, в машине твой папа или мама, может быть, втыкали флешку в магнитолу и она воспроизводила музыку. Это как-то вообще работает. Это значит, что вот эта информация с флешки считывалась компьютером, встроенным в машину для того, чтобы воспроизводить музыку. Вот так любопытно. Передача информации. Это вот эти вот сообщения, которые ты пишешь вконтактике, в телеграммчике, в ватсапчике, в чатике. Идея в чем? Ты хочешь что-то из своей головы передать в другую голову. Можно сделать это ртом. Например, вот так вот звуковые волны издаешь, они в уши попадают, и люди их слышат, и вот ты передал информацию. Можно какими-то знаками хитрыми что-то показать. А можно, например, из головы передать в телефон, написать сообщение где-нибудь в чате, нажать на кнопку Enter, и это сообщение полетит через интернет в другой телефон, и оттуда будет глазами прочитано человеком. Все равно из головы в голову передали. Но с помощью телефонов, с помощью интернета это можно делать теперь на очень далеких расстояниях. Давай выделим здесь основные элементы. Есть, соответственно, что-то передающее информацию, есть что-то получающее информацию. В нашем случае это не только два телефона. Это еще твой мозг и телефон. Ты передаешь информацию из своего мозга в телефон. Потом один телефон, второй телефон, и второй телефон, и еще один мозг. Вот между компьютерами постоянно происходит обмен информацией. И даже внутри компьютера разные процессы и разные программы постоянно обмениваются информации. Передает информацию, получает информацию. Нас будет в основном интересовать каналы передачи информации между компьютерами. Это, соответственно, интернет, да, чаще всего. Но также можно и без интернета передавать информацию. Как я уже упоминал, например, скидывать какие-то файлы на флешку и физически перетаскивать эту флешку в другое место, втыкать в компьютер, и вот передалась какая-то информация. Например, какие-нибудь большие файлы, большие фильмы или подборки аудиозаписей через интернет может передавать все еще достаточно долго, особенно если скорость интернета низкая. Также, кроме, соответственно, отправителей информации и получателей информации, всегда существует канал передачи информации. То есть, как она идет, как она двигается. Вот, в общем-то, и все, что надо понимать про передачу информации. Что такое кодирование информации и код? Код не который мяу, а код, который из буквы D. Это идея того, что информацию можно сохранять не только в той форме, в которой она изначально была, но и в какой-то другой. Вот, например, загадка. Отгадайте. Что я тут написал? И научитесь также кодировать другие слова. Отгадка будет буквально через минуту. В общем, есть разные способы шифровать информацию. Кодировать информацию. Это типа вы берете и заменяете информацию на какую-то другую форму информации. Что она выглядела по-другому, но несла в себе значение. Бывают шифры и коды, как у шпионов. Вот как, например, загадка, которую я здесь написал на доске. Кстати, это просто вместо слова привет я написал слово РСКГЖУ. Никакого секрета нет. Ладно, я шучу. Есть, конечно. Каждая буква является просто следующей буквой по алфавиту. Если вы знаете секрет, то я могу не писать слово привет. Я могу написать РСКГЖУ, а вы услышали привет. Потому что Р это следующее после П в алфавите. О, П, Р, С, Т. С это следующее после Р. К это следующее после И. Г это следующее после В. А, Б, В, Г, Д и так далее. Мы можем разговаривать на целом языке, который будет составлен из букв следующих по алфавиту, вместо тех, которые ты обычно используешь. Переведи свое имя на этот новый шифр и напиши его в комментариях к данному видео, как твое имя будет выглядеть. Смотри. Мысль. Следующее. Мы хотим понять, как информацию передавать через компьютер, через провода. Через провода передавать слова или изображения или фильмы. Это очень странно, непонятно как. Но на самом деле через провода можно передавать какие-то электрические сигналы. То есть сигналы или отсутствие сигналов. Единички и нолики. Двоичное кодирование нужно, чтобы зашифровывать информацию в форме единичек и ноликов. Там только шифр посложнее. Давай вспомним, какие еще шифры ты знаешь. Например, дорожные знаки это шифры. Например, светофор показывает красный, желтый или зеленый. Что это такое? Это на самом деле код для остановись, нельзя ехать машина. Желтый, приготовься, уже скоро пора ехать. Зеленый, все, можно ехать. Вместо этих слов светофор использует просто цветовые коды. Кодирует. Соответственно, процесс кодирования это процесс зашифровки информации внутрь какого-то кода. Процесс декодирования или раскодирования. Это когда из кода информация добывается обратно в наш человеческий смысл. Стандартный еще пример кодирования. Это, например, метод координат в математике. Когда ты берешь картинку какую-то на осях координат x, y и берешь какую-то точку. Точка это что такое? Ну, это объект на картинке существует. И ты этой точке присваиваешь, например, пару чисел 1, 4. Вот эта точка, теперь ты ее закодировал как пару чисел. То есть координаты это на самом деле кодирование. Вместо точек получаются числа. Если нарисовать, например, 3 точки, как будто получился треугольник. Но на самом деле можно про треугольник думать как про 6 чисел. Пара чисел, еще одна пара и еще одна пара. С помощью 6 чисел можно закодировать треугольник. На самом деле закодировать можно все что угодно. Вон, даже слово привет можно закодировать. Наверняка у вас в классе уже есть какие-то специальные коды для передачи друг другу слов. Не через записки, а там, например, это буква А. Есть какие-то разные специальные обозначения для разных букв. Похожие какие-нибудь по смыслу. Или там, три раза постучал по столу, значит, там учитель скоро зайдет в класс. Или что-то такое. Подобного рода коды. Так что с концепцией кодирования вы на самом деле давно знакомы. Но если подумать про кодирование внутри компьютера, то представьте, как много возможностей открывает кодирование с помощью нулей и единиц. Это не только более быстрая передача информации через провода. Типа сигнал или отсутствие сигнала. Это можно передавать, типа там, миллионы таких сигналов в одну секунду. Это еще и более удобное хранение информации. Представьте себе, что вы хотите написать слово привет. Вам придется, ну, нарисовать привет. Вот я маркером на доске могу, например, написать без проблем. А если с помощью нулей и единиц это записывать, то вы можете на очень-очень-очень-очень маленьком носителе это записывать. Потому что единичка это как бы черточка, а нолик это как бы пустое место, отсутствие черточки. Благодаря этому внутри компьютера или даже внутри вашего телефона может храниться очень много информации. Тысячи книжек можно сохранить на телефон. Хотя вроде, ну, где там, как место-то, тысяча книжек, это же очень-очень-очень много. Но на самом деле внутри телефона, на очень маленьких носителях, там ноликами, единичками, на жестком диске, на котором вся долговременная память, хранятся эти вот пустые места, единички, но все хранится в закодированной форме. Поэтому для того, чтобы это прочитать, вам нужно, чтобы это раскодировалось и вывелось как-то на экран для вас. Так что кодирование и декодирование это супер важная часть информатики. Изучение информатики будет, в частности, связано с изучением шифрования, кодирования, декодирования. Такая тема. Рекламная пауза. Школково. Это образовательная компания. Мы занимаемся образованием детей примерно с 4-5 класса и старше, вплоть до 11-го. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, Олимпиадам и просто по школьной программе. У нас есть множество онлайн-курсов для 10-11-х для подготовки к ЕГЭ, множество отдельных онлайн-курсов для подготовки к перечневым олимпиадам, к Всероссийской олимпиаде школьников, по математике, по экономике, по физике. В общем, очень-очень много разных есть направлений по всем школьным предметам. Обязательно посмотрите на сайте, по ссылочкам в описании все доступно. Конкретно я, то, что я вначале не рассказал, я занимаюсь не только информатикой, я являюсь руководителем направления информатики в Школково, руководителем направления экономики в Школково. А вообще сам, когда я был в школе, я стал призером Всероссийской олимпиады школьников по математике, абсолютом Всероссийской олимпиады школьников по экономике, призером Всероссийской команды олимпиады школьников по программированию. Поступил на Мехмат в МГУ, отучился в 2015 году, закончил Мехмат и вот сейчас преподаю. Где еще можно со мной встретиться, увидеться, познакомиться и так далее Во-первых, подписывайся на канал, тут очень много полезных видео по информатике Во-вторых, на самом деле без разницы в каком ты классе Я рекомендую сейчас долететь на подготовку к ОГЭ в девятом классе Там очень простой, понятный контент Кажется, пятиклассники, шестиклассники поймут, как работает подготовка к ОГЭ по информатике Можно научиться программировать, уже будучи в пятом, шестом классе без проблем По моим роликам, по моим видео, я думаю, ты легко это освоишь Также есть курс подготовки к Олимпиадам школьников по экономике Его я рекомендую ребятам с шестого-седьмого хотя бы класса Чтобы там хоть какая-то математическая база уже в голове была Есть олимпиадная математика в Школково Ведет Дмитрий Алексеевич Белов Это член жюри Всероссийской Олимпиады школьников Один из самых молодых составителей и крутейших абсолютно подборок задач Рекомендую тоже на это дело залетать к нам в Школково У нас суперкрутая олимпиадная подготовка Если вы хотите, чтобы ваши дети стали умнее, приведите их к нам Это очень простая схема У нас есть выездные лагеря Школково Вы можете просто погуглить, просто лагерь Школково Погуглить, открываем браузер, двойной клик мыши Google.com, значит, лагерь Школково Вот у нас ближайшим летом, например, будет смена Мы там прям сами физически ведем Вот можно там потыкать пальцем, попроверить, настоящий я или двумерный Еще так просто офсайт, где меня еще можно увидеть У меня есть канал, посвященный саморазвитию Там разные видео про тайм-менеджмент, самоконтроль и так далее Тоже крайне рекомендуется детям, чем раньше, тем лучше И взрослым, чем раньше, тем лучше Так что обязательно залетайте, все это смотрите К данному видосу, пожалуйста, прожмите лайк и напишите комментарий Как вам вообще, в принципе, этот формат, как вам видео Потому что если мы наберем очень много лайков и комментариев Я буду дальше выпускать тогда разборы шестого класса, седьмого класса И, в общем, выйдут все вплоть с пятого по одиннадцатый Продолжаем Отдельная маленькая вставочка про интерфейсы Посмотри сюда Здесь, короче, есть сейчас красивые картинки разных окон Например, Word, Excel, текстовый документ, Paint, PowerPoint Просто посмотри на все эти программы Это разные программы, разные приложения для разных целей И, тем не менее, посмотри, что у них одинаковые элементы интерфейса Интерфейс это вот это вот все вокруг основного, как бы, основной деятельности программы Все эти кнопки, все-все-все Есть некоторый одинаковый каркас у всей этой истории Слева сверху, например, у всех есть кнопка File Файл, правка, вид, какой-то стандартный набор менюшек Которые ты можешь открыть и посмотреть, какие там дальше есть поля Что еще можно нам нажать, что сделать У многих они одинаковые Сохранить, сохранить как, открыть новый, например, внутри файл А справа сверху у всех окон всегда есть крестик, чтобы закрыть Кнопочка для того, чтобы свернуть окно И отдельная кнопочка для того, чтобы развернуть его на весь экран Или свернуть до маленького размера Это к чему мысль? К тому, что не надо бояться открывать разные программы Они все, как правило, написаны очень похожи друг на друга И выглядят очень похоже То есть ты даже в новой программе все равно найдешь знакомые элементы Они, может быть, чуть-чуть по-другому выглядят Или чуть-чуть по-другому называются Но все будет примерно то же самое Потому что, боже мой, я на своем веку повидал огромное множество 11-ти классников Которые умеют работать в Excel Но потом, когда открывают LibreOffice Calc Бесплатную версию, открыто распространяемую табличного редактора Открывают его и такие Ой, все, я ничего не понимаю А там все абсолютно то же самое Такие же кнопки, чуть-чуть в других местах расположены Чуть-чуть другие иконки, чуть-чуть другие картинки Чуть-чуть другой дизайн И все, все, это я уже не узнаю Это уже на другом языке Ну, глупо же, правда? Попробуй ты сейчас сам Пооткрывай все эти программы Просто поиском у себя на компьютере их найди Открой и посмотри, как они выглядят Просто не бойся Потыкай в кнопки Посмотри, что те или иные кнопки делают Как создавать текст Как создавать таблицы Как создавать презентации Это на самом деле все можно просто сделать с помощью личного опыта А мы сейчас дальше детально рассмотрим каждый отдельный инструмент Текстовая информация Это любые слова, каким-то образом записанные Набор каких-то слов Из чего состоит текстовая информация? Это символы, из которых состоят слова Например, буквы или, например, восклицательный знак, точка, запятая Что-то такое Слова, собственно, составленные из символов И строки, составленные из слов Дальше из строк уже составляются абзацы Целые страницы Но это нас уже мало волнует Идея в том, что текстовую информацию Раньше люди записывали как попало На глиняных дощечках, на папирусах Вы в тетрадке, например, на уроке Записываете текстовую информацию Чтобы что-то исправить в тетради Надо зачеркнуть и написать вместо этого Или стереть стирательной резинкой Карандашную запись И написать вместо этого Вот на компьютере редактирование информации То есть изменение уже написанной текстовой информации Гораздо проще Давай посмотрим, как выглядит текстовый редактор Word Для того, чтобы самостоятельно с этим ознакомиться Нажми правой кнопкой просто в середине рабочего стола И создать новый текстовый документ Word Документ Microsoft Word Сейчас как на картинке появилось И, собственно, создай новый документ Назови его как-нибудь Открой его двойным кликом И ты увидишь Word Если у тебя не установлен Microsoft Office Word Попроси родителей, попроси взрослых Помочь тебе и установить Собственно, теперь давай посмотрим еще раз на этот файл Посмотрим на это окно Ты увидишь, что там как бы интерфейс Очень похожий на то, что мы видели чуть-чуть раньше И просто потыкай в разные кнопки Посмотри, что они делают Попробуй понаписать какой-нибудь текст Попробуй как-нибудь его исправлять Попробуй нажимать разные кнопки на клавиатуре И смотреть, что, собственно, меняется Используй просто собственную логику и здравый смысл Я хочу показать тебе самое интересное сочетание клавиш на клавиатуре Которыми все чаще всего пользуются, когда пишут текстовые документы Ctrl-A это выделение всего Например, ты хочешь быстро удалить весь текст Ctrl-A и Backspace Или Ctrl-A и Delete, чтобы все удалить Ctrl-C скопировать выделенный кусок текста Ты можешь выделять кусочек текста, например, мышкой И копировать его Ctrl-V это вставить Попробуй скопировать несколько слов и нажать Ctrl-V И все эти слова много-много раз вставятся Ctrl-S это сохранить документ Ты же не хочешь, чтобы когда твой компьютер выключится Весь текст, который ты написал, потерялся Отдельно хочу отметить вот такую конструкцию Shift плюс стрелочки Если ты зажмешь клавишу Shift и будешь нажимать на стрелки Вверх, вниз, влево, вправо То ты будешь выделять кусочки текста Чтобы потом можно было их копировать и вставлять, например Самые часто используемые сочетания клавиш в Word Кстати, они работают не только в Word Они работают еще и в блокноте, в WordPad, в Notepad В любом, на самом деле, текстовом редакторе Word один из самых частых и распространенных Особое твое внимание хочу обратить на кусочки интерфейса Которые ответственны за жирный шрифт, курсивный и подчеркнутый Они так и называются, ЖКЧ Просто посмотри на них наверху Потыкай в них, когда выделяешь кусочки текста Посмотри, как именно они меняют текст Экспериментируй Самое главное, не бойся ошибаться И второе самое главное Выпрямись Ты, кажется, уже забыл про то, что тебе нужно позу постоянно ровную держать за компьютером Чтобы спина не болела, да? Сколько ты уже смотришь это видео? Давай, ну-ка, 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 спину выпрями Посмотри немножко в окно, разомнись И поехали дальше Таблицы Это удобно Если тоже самое описывать текстом, получается какая-то глупость Тебе надо про каждую строчку отдельно словами что-то говорить Таблицы Это удобное соотнесение каких-то объектов с другими объектами Просто суперудобно Попробуй представить себе журнал школьный Список всех учеников и список их оценок Попробуй представить себе, что это еще оценки по определенным предметам Таблицы это очень удобно Текстам это вообще неудобно Чтобы нормально работать с таблицами, нам нужен табличный редактор Давай посмотрим на то, как выглядит Excel Microsoft Excel Создать новую таблицу Microsoft Excel на рабочем столе Все то же самое Открываешь двойным кликом Смотришь, как она в итоге выглядит внутри Давай смотреть на картиночку У нас тут есть, значит, файл, правка, вид Все как обычно Закрыть можно и так далее Помнишь, мы в Word видели жирный, вот этот курсивный, подчеркнутый Здесь можно, на самом деле, с текстом делать примерно то же самое с набранным А еще можно кучу всего другого Опять, очень много кнопок, например, да Есть кнопки диаграммы Ты можешь по таблице составить диаграмму Ты можешь внутри ячейки выравнивание какое-то сделать Можешь у ячейки границы добавить Заливку для ячейки Ячейка таблицы это вот эта квадратненькая одна штука, в которую ты что-то вписываешь В общем, это просто удобный способ представления информации Давай, поиграйся с Excel, попробуй, потыкай, потрогай разные кнопки Посмотри, что они умеют На самом деле Excel это очень-очень мощный инструмент Он умеет гораздо больше, чем просто представлять информацию Там есть всякие формулы Там есть всякие сортировка данных Сводная таблица Красивое представление Не зря взрослые люди очень много работают в Excel Там очень много способов красиво представлять информацию Удобно, понятным образом Но для нас пока для начала Нам хватит просто хотя бы понимания Что можно вписывать текст в ячейки Можно вписывать числа в ячейки И можно как-то их между собой красиво представлять Существуют разные типы представления информации Например, в форме круговой диаграммы Например, в форме диаграммы столбчатой Все, в принципе, из этого самоочевидно Ну просто посмотри на диаграмму Посмотри на эти цвета Посмотри на этого прекрасного краба Которого я для тебя нарисовал Шикарная картинка, правда? Шикарная еще одна картинка Которая показывает, что твои оценки всегда 5 Оценки всех других людей всегда 2 Потому что эти люди не смотрят классные видосы по информатике Давай посмотрим на еще примеры диаграмм Пау-пау-пау-пау-пау Много разных существует видов представления информации Для наглядности это все удобно Рисовать в форме каких-то диаграмм Например, мы с тобой только что рассматривали Как в Excel, в таблице Можно как-то представлять информацию в форме таблицы А потом эту табличную информацию Можно еще и в том же самом Excel Переделать в диаграмму Просто зайди в раздел Вставить диаграмма в Excel И, собственно, увидишь красивую картинку На основе своих данных Текстовый редактор таблицы Это все понятно Как насчет картинок Душа художника просится, да? Давай посмотрим на Paint В первую очередь Это самый простейший банальный инструмент Который ты точно будешь проходить в школе, если еще не Файл, правка, вид Видишь все это, да? Крестик в правом верхнем углу Закрыть все это Ну и, в общем-то, поле для рисунка Тоже достаточно самоочевидный интерфейс Просто посмотри на него Потыкай в разные места Посмотри, как эти разные места реагируют По-хорошему, после достаточно большого Опыта взаимодействия с какой-то программой Для тебя не должно остаться там незнакомых кнопок Все кнопки понятно, что делают Понятно, зачем нужны Используй свое естественное натуральное любопытство Что это за кнопки? О, это, кажется, выбор цвета Нажми туда и порисуй как-нибудь Посмотри, как у тебя все рисуется разными цветами А это что за кнопка? Вместо карандаша кисть А вместо кисти заливка А это что за кнопка? А как они себя ведут? А как они работают? Это лучший способ научиться чему-нибудь Просто экспериментируй, пробуй Смотри, как это будет работать Как это будет выглядеть На самом деле, конечно, Paint Достаточно допотопный редактор Графических изображений В смысле того, что он Только самую простую редактуру делает Чуть-чуть что-то где-то дорисовать Что-то где-то усики на картинке нарисовать Это, по сути, как Взять маркер и на красивой фотографии Что-нибудь маркером пописать Вот тебе Paint Он не дает очень большого и широкого Набора инструментов для редактирования В современном мире все используют другие редакторы Такие, как, например, Photoshop Или Lightroom для редактирования фотографий Или, например, Gimp Это аналог Photoshop, а только на Linux Бесплатно распространяемый Photoshop, ты наверняка слышал это слово Когда видел какие-нибудь отредактированные фотографии Например, как вот это Это Photoshop В смысле, с помощью Photoshop Фотографию изменили до неузнаваемости До такого состояния, которого даже в реальности даже быть не может Там просто такое странное что-то теперь на картинке Чего на самом деле быть не могло Но это очень реалистично сделано, очень красиво Такие изображения можно делать с помощью Photoshop Но это довольно трудно То есть не надо думать, что ты откроешь Photoshop И сразу же сможешь вот так вот редактировать картинки Этому надо отдельно учиться На отдельных курсах по Photoshop Смотреть много видео на YouTube Где-нибудь в интернете Искать, как зафотошопить что-нибудь Как в Photoshop научиться что-то делать Я, кстати, рекомендую попробовать это поучиться Поделать После этого сможешь любые фотографии редактировать Изменять, дорисовывать на них что угодно В общем, разные смешные штуки делать Предлагаю теперь еще отдельно Обсудить обработку информации Потому что это на самом деле гиперважно Для всего предмета информатика Обработка информации бывает двух основных фундаментальных типов Изменение содержания информации Типа берешь информацию на вход Что-то там делаешь Получаешь какой-то другой Совершенно качественно новый результат Либо изменение формы представления информации Без изменения содержания Например, ты можешь открыть текст в текстовом редакторе Нажать Ctrl-A Что это такое, помнишь? Выделить все И нажать на кнопочку G Наверху И весь текст станет жирным шрифтом Не можешь изменить размер шрифта Или можешь изменить начертание шрифта Та же самая информация по-другому выглядит Можешь скопировать весь этот текст И перенести в таблицу Так, чтобы слова были в разных ячейках Можешь, прочитав этот текст Обдумать его И понять, как проще было бы Это отобразить в виде презентации В виде картинок с текстом Связанных друг с другом Инфографику какую-то создать Это все разные формы Одного и того же содержания То есть получается, что Мы можем при обработке информации Не меняя ничего в сути данной информации Менять то, как она выглядит Например, делать ее более удобной для людей Или менее удобной Например, кодирование, шифрование Это менее удобный способ Представление в менее удобной форме Например, когда ты кодируешь свои сообщения Чтобы враги, шпионы не догадались до того Что за сообщение ты закодировал Это, по сути, представление информации В менее удобной форме Или, например, когда банк Пересылает какую-то информацию Про денежные средства И тоже ее кодирует Чтобы воришки не смогли из этого банка Ничего похитить И догадаться до специальных кодов Или когда пароль ты вводишь И он зашифрован звездочками Это не показывается тебе Как пароль выглядит И когда ты его отправляешь Он потом там на сервере Хранится тоже в зашифрованной форме Типа более удобно или менее удобно Или просто по-другому Чтобы ты мог видеть Ту же самую информацию иначе Например, когда ты в Excel по табличке Составляешь диаграмму Это просто изменение формы Представления информации Это все обработка Но мне бы хотелось больше поговорить Про изменение содержания Самой информации И здесь мы плавно перетекаем В саму идею программирования На самом деле программирование Это просто работа с информацией То, что ты здесь видишь Это простейшая блок-схема Программирование в своем самом Стандартном классическом виде Есть число 45 Оно проверяется на четность Если оно нечетное То мы просто выписываем его Как оно было Если оно четное То мы разделим его на 2 И выпишем, как оно было Казалось бы, ничего интересного Дали число 45 Значит, она всегда будет Вот сюда по левой ветке идти И выписывать ответ 45 Но прикол этой программы В том, что у нее можно Менять входное число То есть, на самом деле Это некоторый алгоритм для обработки Нечетное число Он выводит, как есть Четное число Он делит на 2 А потом выводит результат Например, если скормить Этой программе На вход число 60 Что эта программа выдаст? Ответ 30 Она разделит его на 2 Потому что 60 четное число А если дать ей 61 То что она выдаст на выходе? Она выдаст 61 Это самый простой алгоритм Использующий ветвление Уходит влево или вправо В зависимости от того Что мы ей даем на вход Программирование Вообще Это тема очень глубокая Очень далекая Люди ее вплоть до 11 класса изучают Потом поступают в университет И опять продолжают изучать программирование Потом работают программистами И продолжают изучать программирование В общем, там есть очень-очень-очень много всего Для этого я рекомендую Посмотреть остальные видео На этом канале В которых в названии Где-то есть слово Программирование Или программирование с нуля И просто посмотри Как это вообще выглядит Попробуй сам научиться Программировать с нуля Это не так сложно И через некоторое время Ты уже будешь писать Какие-то программы Приложения Может быть игры Отдельным блоком Хочу поговорить про интернет Во-первых, ты уже в интернете Ты смотришь это видео Правильно? Во-вторых Где ты обычно сидишь в интернете? Дай угадаю Какой-нибудь стандартный Тик-Ток Вконтакте Что-нибудь такое Слушай, интернет Он гораздо шире И гораздо больше Чем ты думаешь Все не ограничивается Просто поисковой строчкой В гугле Все ограничивается Твоей фантазией Все, что ты придумал Любой вопрос Который у тебя есть Знаешь, что там типа А сколько яиц Откладывает пингвин? Прикинь, это можно Просто погуглить и найти А как выглядят Какие-нибудь орлы? Ты можешь посмотреть Какие документалки Документальные видео Про глубины океана И как там, не знаю Киты какие-нибудь То есть любой видос Который ты когда-нибудь По телевизору видел Он уже точно есть в интернете Все, что ты просто Придумаешь Вообще посмотреть Скорее всего Есть в интернете Любые твои мысли Уже где-то Кто-то как-то записал Конкретно на YouTube Где это видео Сейчас выложено Ты можешь найти Очень много Обучающего контента По любой теме Контент Это вот информация Данные Все, что мы проходили сегодня И ты слишком сильно Лимитировал себя На только лишь Развлекательный контент Ты можешь найти Что угодно А вместо этого Ты находишь Какие-то вещи Которые тебе Ну проще всего найти Кликаешь на рекламу Там и так далее Поэтому давай Обсудим с тобой Правила поведения В интернете Не кликай на всю рекламу Подряд Просто прекрати Кликать на рекламу Поставь себе Отблок если хочешь Типа чтобы у тебя Просто реклама не было Вообще никакой Раз Два Если какая-то страница Открылась сама Без твоего ведома Ты ее не открывал Закрой ее Не надо там смотреть Что там происходит Не важно абсолютно Там тебе будут пытаться Рекламировать какую-нибудь Дичь Какой-нибудь онлайн казино Что-нибудь вот это все Закрывай Не используй Все, все Это реклама Вот если Назойливо Навязчиво Мигает перед глазами Ярко и так далее Убирай Закрывай Это плохо Дальше Самая большая кнопка Скачать прямо сейчас Почти наверняка Предложат тебе Скачать какой-нибудь Вирус Или клик по этой кнопке Это рекламная ссылка Фишинг Попытка захватить твои данные Не нажимай на кнопку Огромную кнопку Скачать Ты типа Не очень Хороший Пользователь интернета Если ты Переходя на любую страницу Видя какие-то яркие Вот эти вот объявления Начинаешь по ним Сразу кликать Нет Лучше закрывай Такие страницы И не пользуйся вообще Ты сразу видишь Что она какая-то мусорная Там очень много Какой-то плохой рекламы Яркой Вызывающей твой интерес Почему Использовать Такую яркую рекламу Потому что наш мозг Так устроен Мы реагируем на яркие образы Чем более скучно Выглядит какой-то текст Тем тебе Менее интересно Его читать Сравни яркую картинку Какой-нибудь игры И книжку Но книжка В итоге Глобально Приносит тебе Больше удовольствия Ты открываешь книжку И прямо в процессе Когда ты ее читаешь Ты не чувствуешь Какого-то такого Всплеска радости Да Но Ты получаешь удовольствие Чуть-чуть по-другому Более глубокое удовольствие Это правда так Очень много исследований Про то, как наш мозг работает И вот эта вот Маленькая Временная Короткая радость От каких-то Супер Ярких образов Она сменяется потом Тусклостью Обычного Бытия Твой мозг Перестает Радоваться Простым вещам Из-за того, что Это так называемая Дофаминовая ловушка Когда ты Слишком много Воздействовал На свой мозг Извне С помощью каких-то Сверх стимулов Ты перестал Ощущать удовольствие От всего остального То есть Если ты хочешь По-настоящему Радоваться По-настоящему Быть счастливым Я бы попробовал Ограничить Потребление Развлекательного контента Я имею ввиду Не в смысле Перестань играть Или там Перестань смотреть Видео И так далее Просто Выбирай Во что играть И выбирай Какие Видео смотреть Например Я бы просто взял В качестве правила Правой руки Подписываться На каналы На ютюбе Которые содержат Видео Которые тебя Вдохновляют Восхищают Ты смотришь Это видос И думаешь Вау Это так интересно Хотелось бы Поподробнее В этом разобраться Вот это все И отписываться От всех каналов То есть не смотреть Такие видео Закрывать их Практически сразу Которые воздействуют На твое чувство Вот этой яркости И моментной Привлекательности То есть если ты смотришь Какой-то видос И тебя пытаются Захватить Резкими Ярко меняющимися Картинками Какое-то Очень Взрывное Вот это вот И ты чувствуешь Вот это нарастающее чувство Это ловушка Тебя пытаются Твое внимание Пытаются захватить Они зарабатывают Деньги на этом Они потом рекламу Продают в этих видосах Эти люди Очень богатые Потому что они Привлекли внимание Огромного количества Детей Которые потом Заставляют своих родителей Тратить деньги Не надо так делать Не попадайся В эту ловушку Это рыбак Который закинул Червячка А ты рыбка Которая на этого Червячка клюнула Дофаминовая ловушка Это вполне Реально существующая Проблема Дети Прилипают К экранам Телефонов И потом Не существуют В реальной жизни Потому что Там почти Все игры Настроены По принципу Вот этого Вот Награда Действия Награда Действия Вызывается Привычка Ощущение Что это Дает тебе Счастье Но на самом деле Нет На самом деле Ты в итоге Не будешь Довольным Ты будешь Опустошенным Эта штука Использует Твои ресурсы И забирает Их себе Любой человек Создающий Такую игру Он забирает Себе Твои ресурсы Твои деньги Твое благосостояние А тебе Становится Все хуже И хуже И хуже Ты становишься Все тупее И менее счастливым И все более И более Разочарованным Но я не говорю Что не надо Играть в компьютерные игры Компьютерные игры Это прекрасно По-моему Но надо Выбирать Правильные игрушки На заметку Родителям Я из личного Опыта Просто вырезал Три Очень крутые игры Сейчас про каждую Расскажу отдельно Рекомендую Не реклама Не платили мне деньги Давай начнем с последней Растения против зомби Глупое название Лужайка Зомби идут Надо строить На своей лужайке Растения Которые будут Уничтожать зомби Очень интересная Очень визуальная игра В чем суть Почему это прикольно Для детей Почему это полезно Потому что Это не игра Прямого контроля То есть Это не Стрелялка Это не шутер Где надо самому Кликать И что-то там Уничтожать Кого-то кликами Там надо типа Построить Растения На лужайке Которые Дальше будут И они там Круто друг с другом Взаимодействуют И надо там Собирать какие-то ресурсы Которые потом нужны Для того чтобы снова строить Это очень похоже На операционный контроль В малом бизнесе Это круто Дайте ребенку Поиграть в эту игру Вы увидите Как она его захватит И вы увидите Как он становится умнее Преодолевает По сути это головоломки Но они очень ярко И прикольно нарисованы Поэтому детям супер нравится Герои цивилизации Ну это просто супер классика Я даже не уверен Что мне надо что-то Об этом говорить Вероятно вы даже знаете Эти игры Это крутые игрушки Которые по сути Ребенок играет в шахматы Но просто с красивым Визуальным контентом А в плане Если ты ребенок И слушаешь сейчас меня Это Блин гораздо круче Чем шахматы Гораздо интереснее Все переплетения интереснее Картинки Все визуально То есть тебя захватит Это абсолютно точно Слушай я до сих пор играю Кажется в эти игры И вот в чем идея Это экономические стратегии Большие Сложные Где надо одновременно В голове держать Множество разных вещей Это супер интересно Супер захватывает Но в моменте Вы можете обнаружить Что ваш ребенок Будет сидеть Смотреть вот так вот В монитор Что-то там делать мышкой И не то чтобы Там знаете Не радоваться Он будет хмуриться Он будет сосредоточен Он будет напряжен Эти игры развивают Фокусировку Дисциплину И мозг Типа Сколько я знаю Математиков Программистов Все супер сильно Обожают игры Вот такого жанра Поэтому Идея не в том Чтобы запретить Ребенку играть в компьютер Идея в том Чтобы подсунуть Ребенку Правильные компьютерные игры Которые сделают Его лучше И сделают его Более счастливым В моменте Вот Ну кстати Интересный факт Управлять Подписками В интернете И потреблять Определенный Контент Из интернета Можно не только Детям И не только Взрослым Но и пожилым Людям Научите Своих бабушку С дедушкой Пользоваться компьютером Вот вы уже умеете Вы уже научились Клавиатура Мышка Шорткат И все вот это Вот Покажите Своим бабушке С дедушкой Как можно Например Вконтакте Подписаться На какие-то Сообщества Посвященные Садоводству На какие-то Сообщества Посвященные Рукоделию Какие-то Интересные Лайфхаки В быту И в хозяйстве Это же все Можно в интернете Добыть Понимаете Можно смотреть Очень интересные Видеоролики Которые Сделают Их жизнь Лучше Какие-то Мастер-классы По рисованию По лепке Как научиться Делать Что угодно В общем-то Есть в интернете По любому Абсолютно Запросу Ты точно Найдешь Контент И Имеется ввиду Интернету Все возраста Покорны Так что Рекомендую В любом случае Это донести До Старших В твоей семье Понравилось Это видео С разбором Учебника Пятого класса Прожми лайк В этом учебнике Есть еще Практикумы А в следующем году Будет еще учебник За шестой класс Поэтому Напиши Пожалуйста В комментарии Что тебе Кажется Приоритетнее Стоит ли Разобрать Все задания Из всех Практикумов В этом учебнике Или ты справишься С ними самостоятельно Теперь Когда ты знаешь Все Или Стоит Раньше Приступить К разбору Всего учебника Шестого класса И разобрать Поподробнее Что там существует Еще в информатике Дальше Или Может быть Стоит сделать И то И то Давай Пиши в комментариях Еще раз Прожимай лайк Подписывайся На канал И будь молодцом И жди Следующих видосов С вами был Александр Романович Ватиков Из Школкова Увидимся Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok